Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очень интересное видео про редкую технику. Если вы внимательно смотрите ролики по Вархаммеру, то должны помнить, что как-то раз я делал видео про Авгуры и Ауспексы. И вот сейчас у нас будет вторая часть, продолжение в котором я буду рассказывать про эти маяки. Но перед этим, конечно же, посмотрите первую часть, если еще не смотрели. Или просто чтобы вспомнить, для чего эти маяки вообще нужны. Ну, а мы начинаем. Главное тактическое применение Ауспекса – быстрое обнаружение противника в укрытиях или за пределами зоны видимости. Дальность действия небольшого сканера составляет около 50 метров. Некоторые типы строительных материалов и особо толстые стены могут блокировать этот сигнал. Сила улавливания сигналов и дальность действия Ауспекса зависит от размера радара и режима действия. Чем радар больше, тем на более большую дистанцию он работает. У большинства устройств есть два разных режима – пассивный и активный. Пассивный режим приспособлен для незаметного улавливания сигналов, что позволяет долго и скрытно отслеживать свои цели. В активном режиме Ауспекс начинает отправлять волны излучения и принимать отраженный сигнал. Это дает возможность передавать информацию и принимать на себя информацию. Все Ауспексы в этом режиме сами становятся источниками и с легкостью обнаруживаются другими подобными приборами. Поскольку разных видов Ауспекса очень много, есть даже улучшенные радары, которые могут передавать информацию в пассивном режиме, при этом оставаясь незаметными. Еще стоит отметить, что малые Ауспексы не наносят людям никакого вреда. А вот более большие Авгуры, которые используются коллегией Титаника и космическими кораблями, могут вызывать у людей, оказавшихся в луче Авгура, боль позади глазных яблок и вибрацию барабанных перепонок. Поэтому чем дальше действует сканер, тем он сильнее, и тем губительнее его луч действует на живые организмы. До убийства это конечно не доходит, хотя сами понимаете, если будет воля амнисии, то механикус сделают и такого вида оружия. Как я уже говорил в первой части, Ауспексы бывают разных форм и размеров. Проще говоря, это радары, сканеры, детекторы, маяки, телефоны, рации, в общем разного рода приборы, которые могут находить и передавать информацию. Сегодня мы с вами поговорим про Дамокал, машину специального назначения, на которую ставится радарный Ауспекс. Дамокал это улучшенная версия обычного Рина, которая является передвижным командирским штабом. Он выступает в качестве основного средства связи между всеми наземными силами космического десанта и находящимися на орбите кораблями Астартес. Дамокал является хорошим примером передовых имперских технологий, к которым имеют доступ космодесантники, поскольку он оснащен необычайно сложной аппаратурой связи и слежения. Дамокал в основном используется только во время крупномасштабных планетарных штурмовых операций, в которых участвуют либо целые компании, либо несколько род космических десантников вместе с другими имперскими силами. То есть небольшой ударной группировке космических десантников вряд ли понадобятся специфические функции Дамокла. Однако, если это будет группировка боевых машин, например носорогов, танков-хищников, лендрейдеров, или это будут телепортирующиеся терминаторы, то они получат огромное преимущество, если контроль и координацию военных действий будет вести Дамокал. Дамокал не является боевой машиной и редко бывает на передовой. Развернутый командный носорог, это второе название Дамокла, если что, как правило, тщательно маскируется в тылу позади основных сил. Команда Дамокла состоит из трех человек. Первый это, конечно же, водитель, а вторые это диспетчер связи, который отвечает за связь и сообщения, и диспетчер операций, который следит за всеми отрядами, отслеживает их позиции и передвижение противника. Все они прошли дополнительное обучение у технодесантников для того, чтобы использовать сложные технологии. Рядом с водителем также есть место для командора космодесанта, хотя многие командиры предпочитают руководить войсками с передовой. Они могут использовать Дамокал между боями, чтобы быстрее получать и передавать информацию. Дамокал очень сильно похож на бронетранспортер-носорог, но все же очень сильно отличается от него множеством сигнальных устройств, системами связи и управления, которыми он оснащен. У него есть центр управления ротой или боевой группировкой, оборудованный усилителями сигналов и связью с отделениями, воздушными силами и кораблями на орбите. Плюс ко всему защищенные многополосные каналы связи для координации с другими имперскими силами в зоне боевых действий, от кораблей на орбите и самолетов имперского флота до командующих имперской гвардией, адептус арбитрес или адептасараритас. Также у Дамокла есть мультиспектральный ауспик наземного слежения для обнаружения войск противника. Есть встроенная система отслеживания информации по отделениям и бронетехнике всего ордена посредством орбитальной связи. Есть телепортационный маяк, с помощью которого Дамокл генерирует устойчивый сигнал для привязки к нему любых телепортирующихся подразделений, например тех же самых терминаторов, что обеспечивает более точную и безопасную переброску войск. Есть устройство слежения за передачей радиосигналов для перехвата переговоров врага, а также механизм дешифрования для взлома вражеских шифров или создания помех. И есть система регистрации показателей жизнедеятельности прямо из силовой брони космического десантника. То есть, как вы уже поняли, это очень важная боевая машина, позволяющая следить как за своими, так и за вражескими солдатами. Сейчас же давайте более детально рассмотрим ее изнутри. Перед вами Дамокл модели МакКрак. 1. Антенна защищенных многополосных каналов. 2. Спутниковая тарелка. 3. Устройство усиления сигналов. 4. Устройство связи. Используется только в качестве вспомогательной системы. 5. Пульт управления дверью. 6. Пульт управления сканером и системами слежения. 7. Система контроля отделений, а также биологис-мониторы и регистраторы. 8. Пульт управления тактическими операциями. 9. Мультиспектральное ауспик-устройство наземного слежения. 10. Кресло тактического оператора с позвоночными имплантами. 11. Кресло оператора связи с позвоночными имплантами. 12. Хранилище. 13. Кабели передачи данных. 14. Подвесная система. 15. Батарея. 16. Электрический генератор. 17. Трансформатор и внутренние энергосистемы. 18. Управление фильтрацией воздуха. 19. Пламегаситель. 20. Перископ водителя. 21. Аптечка. 22. Пульт управления. Тактический дисплей. Дисплей состояния двигателя. 23. Водительский пульт управления. 24. Рукоятка сцепления. 25. Штурвал. 26. Корпус электрического мотора. 27. Педали водителя. 28. Рычаг ручного тормоза. 29. Водительское кресло. 30. Ручка управления штормболтером. Она отключена, если штормболтер отсутствует. Даже несмотря на то, что Дамокл не машина, которая должна быть на передовой, его все равно можно улучшать и ставить на него более сильное вооружение. Например, противотанковую ракету, отвал бульдозера, укрепленную броню, прожектор, дымовые гранаты и разного рода оружие. Хотя чаще всего на него ставят штормболтер. На этом мы с вами заканчиваем, друзья. Но сразу скажу, что в мире Вархаммер есть еще боевые машины, использующие подобную функцию. Например, у Примарисов есть похожая, но уже своя боевая машина. И если вам интересно про них узнать, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я желаю вам всего доброго и до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...